Эрнест Хемингуэй «Прощай оружие» Роман Книга первая В тот год, поздним летом, мы стояли в деревне, в домике, откуда видны были река и равнина, а за ними горы. Русло реки устилали галыш и галька, сухие и белые на солнце, а вода в протоках была прозрачная и быстрая, и совсем голубая. По дороге мимо домика шли войска, и пыль, которую они поднимали, садилась на листья деревьев. Стволы деревьев тоже были покрыты пылью, и листья рано начинали опадать в тот год, и мы смотрели, как идут по дороге войска, и клубится пыль, и падают листья, подхваченные ветром, и шагают солдаты, а потом только листья остаются лежать на дороге, пустой и белой. Равнина была плодородна, на ней было много фруктовых садов, а горы за равниной были бурые и голые. В горах шли бои, и по ночам видны были вспышки разрывов. В темноте это напоминало зорницы, только ночи были прохладные, и в воздухе не чувствовалось приближения грозы. Иногда в темноте мы слышали, как под нашими окнами проходят войска, и тягачи везут мимо нас орудия. Ночью движение на дороге усиливалось. Шло много мулов с ящиками боеприпасов по обе стороны вьючного седла. Ехали серые грузовики, в которых сидели солдаты, и другие с грузом под брезентовой покрышкой, подвигавшиеся вперед не так быстро. Днем тоже проезжали тягачи с тяжелыми орудиями на прицепе. Длинные тела орудий были прикрыты зелеными ветками, и поверх тягачей лежали зеленые густые ветки и виноградные лозы. К северу от нас была долина, а за нею каштановая роща, и дальше еще одна гора на нашем берегу реки. Ту гору тоже пытались взять, но безуспешно. И осенью, когда начались дожди, с каштанов облетели все листья, и ветки оголились, и стволы почернели от дождя. Виноградники тоже поредели и оголились, и все кругом было мокрое и бурое, и мертвое по-осеннему. Над рекой стояли туманы, и на горы наползали облака, и грузовики разбрызгивали грязь на дороге, и солдаты шли грязные и мокрые в своих плащах, винтовки у них были мокрые, и две кожаные патронные сумки на поясе, серые кожаные сумки, тяжелые от обоим, с тонкими 6,5-миллиметровыми патронами, торчали спереди под плащами так, что казалось, будто солдаты, идущие по дороге, беременны на шестом месяце. Проезжали маленькие серые легковые машины, которые шли очень быстро, обычно рядом с шофером сидел офицер, и еще офицеры сидели сзади. Эти машины разбрызгивали грязь сильнее, чем грузовики, и если один из офицеров был очень мал ростом и сидел сзади между двумя генералами, и от того, что он был мал, лица его не было видно, а только верх кепи и узкая спина, и если машина шла особенно быстро, это, вероятно, был король. Он жил в Удине, и почти каждый день ездил этой дорогой посмотреть, как идут дела. А дела шли очень плохо. С приходом зимы начались сплошные дожди, а с дождями началась холера. Но ей не дали распространиться, и в армии за все время умерло от нее только 7 тысяч. В следующем году было много побед. Была взята гора по ту сторону долины и склон, где росла каштановая роща, и на платок югу от равнины тоже были победы. И в августе мы перешли реку и расположились в Гориции, в доме, где стены были увиты пурпурной вистарией, и в саду с высокой оградой был фонтан и много густых тенистых деревьев. Теперь бои шли в ближних горах, меньше, чем за милю от нас. Город был очень славный, а наш дом был очень красивый. Река протекала позади нас, и город был занят безо всякого труда, но горы за ним не удавалось взять. И я был очень рад, что австрийцы, как видно, собирались вернуться в город когда-нибудь, если окончится война, потому что они бомбардировали его не так, чтобы разрушить, а только слегка для порядка. Население оставалось в городе, и там были госпитали, и кафе, и артиллерия в переулках, и два публичных дома, один для солдат, другой для офицеров. И когда кончилось лето, и ночи стали прохладными, бои в ближних горах, помятая снарядами железомоста, разрушены тоннель у реки на месте бывшего боя, деревья вокруг, площади, и двойной ряд деревьев, ведущий на площадь, все это и то, что в городе были девицы, что король проезжал мимо на своей серой машине, и теперь можно было разглядеть его лицо и маленькую фигурку с длинной шеей, и седую бородку пучком, как у козла. Все это и неожиданно обнаженная внутренность домов, у которых снарядом разрушила стену, штукатурка и щебень в садах, а иногда и на улице, и то, что на Карса дела шли хорошо. Сильно отличало осень этого года от прошлой осени, когда мы стояли в деревне. Война тоже стала другая. Дубовый лес на горе за городом погиб. Этот лес был зеленый летом, когда мы пришли в город, но теперь от него остались только пни и расщепленные стволы, и земля была вся разворочена, и однажды под конец осени, с того места, где прежде был дубовый лес, я увидел облако, которое надвигалось из-за горы. Оно двигалось очень быстро, и солнце стало тускло-желтое, и потом все сделалось серым, и небо заволокло, и облако спустилось на гору, и вдруг накрыло нас. Это был снег. Снег падал косо по ветру, голая земля скрылась под ним, так что только пни деревьев торчали. Снег лежал на орудиях, и дорожки в снегу вели к отхожим местам за траншеями. Вечером, спустившись в город, я сидел у окна публичного дома, того, что для офицеров, в обществе приятелей, двух стаканов за бутылкой асти. За окном падал снег, и, глядя, как он падает, медленно и грузно мы понимали, что на этот год кончено. Горы в верховьях реки не были взяты, ни одна гора за рекой тоже не была взята. Все это оставалось на будущий год. Мой приятель увидел на улице нашего полкового священника, осторожно ступавшего по слякоти, и стал стучать по стеклу, чтобы привлечь его внимание. Священник поднял голову, он увидел нас и улыбнулся. Мой приятель поманил его пальцем. Священник покачал головой и прошел мимо. Вечером в офицерской столовой после спагетти, которые все или очень серьезно и торопливо поднимая их на вилке так, чтобы концы повисли в воздухе и можно было опустить их в рот, или же только приподнимая вилкой и всасывая в рот без перерыва, а потом запивая вином из плетенной фляги. Она качалась на металлической стойке, и нужно было нагнуть указательным пальцем горлышко фляги, и вино, прозрачно-красное, терпкое и приятное, лилось в стакан, придерживаемый той же рукой. После спагетти капитан принялся дразнить священника. Священник был молод и легко краснел и носил такую же форму, как и все мы, только с крестом из темно-красного бархата над левым нагрудным карманом серого франча. Капитан специально для меня говорил на ломаном итальянском языке, почему-то считая, что так я лучше пойму все и ничего не упущу. «Священник сегодня с девочка», сказал капитан, поглядывая на священника и на меня. Священник улыбнулся и покраснел, и покачал головой. Капитан часто забаскалил на его счет. «Разве нет?» спросил капитан. «Я сегодня видеть священнику девочка». «Нет», сказал священник. Остальные офицеры забавлялись с забаскальством капитана. «Священник с девочкой нет», продолжал капитан. «Священник с девочкой никогда», объяснил он мне. Он взял мой стакан и наполнил его, все время глядя мне в глаза, но не теряя из виду и священника. «Священник каждую ночь сам по себе», все кругом засмеялись. «Вам понятно?» «Священник каждую ночь сам по себе», капитан сделал жест рукой и громко захохотал. Священник отнесся к этому как к шутке. «Папа хочет, чтобы войну выиграли австрийцы», сказал майор. «Он любит Франции Иосифа. Вот откуда у австрийцев и деньги берутся». «Я атеист». «Вы читали когда-нибудь «Черную свинью»,» спросил лейтенант. «Я вам достану». «Вот книга, которая пошатнула мою веру». «Это грязная и дурная книга», сказал священник. «Не может быть, чтобы она вам действительно нравилась». «Очень полезная книга», сказал лейтенант. «Там все сказано про священников». «Вам понравится», сказал он мне. Я улыбнулся священнику, и он улыбнулся мне в ответ из-за пламени свечи. «Не читайте этого», сказал он. «Я вам достану», сказал лейтенант. «Все мыслящие люди атеисты», сказал майор. «Впрочем, я и масонство не признаю». «А я признаю масонство», сказал лейтенант. «Это благородная организация». Кто-то вошел, и в отворенную дверь я увидел, как падает снег. «Теперь уже наступления не будет, раз выпал снег», сказал я. «Конечно нет», сказал майор. «Взять бы вам теперь отпуск». «Поехать в Рим, в Неаполь, в Сицилию». «Пусть он едет в Амальфи», сказал лейтенант. «Я вам дам письмо к моим родным в Амальфи. Они вас полюбят, как сына». «Пусть он едет в Палермо, а еще лучше на Капри». «Мне бы хотелось, чтобы вы побывали в Абруцах и погостили у моих родных в Капракотто», сказал священник. «Очень ему нужно ехать в Абруц, и там снегу больше, чем здесь. Что ему, на крестьян любоваться? Пусть едет в центры культуры и цивилизации. Туда, где есть красивые девушки, я дам вам адреса в Неаполе. Очаровательные молодые девушки и все при мамашах». Капитан раскрыл кулак, подняв большой палец и растопырив остальные, как делают, когда показывают китайские тени. На стене была тень от его руки. Он снова заговорил на ломаном языке. «Вы уехать вот такой?» он указал на большой палец. «А вернуться вот такой?» он дотронулся до мизинца. Все засмеялись. «Смотрите», — сказал капитан. Он снова растопырил пальцы, снова пламя свечи отбросило на стену их тень. Он начал с большого и назвал по порядку все пять пальцев. «Сото-тенэнте, младший лейтенант, тенэнте, капитано, маджоре и тенэнте-колонелло, подполковник. Вы уезжаете сото-тенэнте, вы возвращаетесь тенэнте-колонелло». Кругом все смеялись. Китайские тени капитана имели большой успех. Он посмотрел на священника и закричал. «Священник, каждую ночь сам по себе!» Все засмеялись. «Поезжайте в отпуск сейчас же», — сказал майор. «Жаль, я не могу поехать вместе с вами. Все вам показать», — сказал лейтенант. «Когда будете возвращаться, привезите граммофон. Привезите хороших оперных пластинок. Привезите карузо. Карузо не привозите, он воет. Попробуйте вы так повыть. Он воет, говорю вам. Он воет». «Мне бы хотелось, чтобы вы побывали в Абруцах», — сказал священник. «Все остальные шумели. Там хорошая охота. Народ у нас славный, и зима хоть холодная, но ясная и сухая. Вы могли бы пожить у моих родных. Мой отец — страстный охотник». «Ну, пошли», — сказал капитан. «Мы идти в бордель, а то закроют!» «Спокойной ночи», — сказал я священнику. «Спокойной ночи», — сказал он. «Когда я возвратился из отпуска, мы все еще стояли в том же городе. В окрестностях было теперь гораздо больше артиллерии, и уже наступила весна. Поля были зеленые, и на лозах были маленькие зеленые побеги. На деревьях у дороги появились маленькие листочки, и с моря тянул ветерок. Я увидел город и холм, и старый замок на уступе холма, а дальше горы, бурые горы, чуть тронутые зеленью на склонах. В городке стало больше орудий, открылось несколько новых госпиталей, на улицах встречались англичане, иногда англичанки, и от обстрела пострадало еще несколько домов. Было тепло и пахло весной, и я прошел по обсаженной деревьями аллее, теплой от солнца, лучи которого падали на стену, и увидел, что мы занимаем все тот же дом, и что ничего как будто не изменилось за это время. Дверь была открыта, на скамейке и у стены сидел на солнце солдат, санитарная машина ожидала у бокового входа, а за дверьми меня встретил запах каменных полов и больницы. Ничего не изменилось, только теперь была весна. Я заглянул в дверь большой комнаты и увидел, что майор сидит за столом, окно раскрыто, и солнце светит в комнату. Он не видел меня, и я не знал, явиться ли мне с рапортом, или сначала пойти наверх и почиститься. Я решил пойти наверх. Комната, которую я делил с лейтенантом Ринальди, выходила во двор. Окно было распахнуто, моя кровать была застлана одеялом, и на стене висели мои вещи. Противогаз в продолговатом жестяном футляре, стальная каска на том же крючке. В ногах кровати стоял мой сундучок, а на сундучке мои зимние сапоги, блестевшие от жира. Моя винтовка австрийского образца с восьмигранным вороненым стволом и удобным красивым темного ореха прикладом висела между постелями. Я вспомнил, что телескопический прицел к ней заперт в сундучке. Ринальди, лейтенант, лежал на второй кровати и спал. Он проснулся, услышав мои шаги, и поднял голову с подушки. «Чао», — сказал он. «Ну как провели время?» «Превосходно». Мы пожали друг другу руки, а потом он обнял меня за шею и поцеловал. «Ху», — сказал я. «Вы грязны», — сказал он. «Вам нужно умыться». «Где были, что делали? Выкладывайте все сразу». Я был везде. В Милане, Флоренции, Риме, Неаполе, Вилосандживане, Мессини, Таармини. Прямо железнодорожный справочник. Ну, а интересные приключения были. «Да». «Где?» Ивано, Ференце, Рома, Наполе. «Хватит!» Скажите, какое было самое лучшее в Милане? Потому что это было первое. «Где ее встретили?» «В Кова?» «Куда вы пошли?» «Как все было?» «Выкладывайте сразу. Оставались на ночь?» «Да». «Подумаешь. Теперь у нас здесь замечательные девочки. Новенькие, первый раз на фронте». «Да ну, не верите?» «Вот пойдем сегодня, увидите сами». «А в городе появились хорошенькие молодые англичанки. Я теперь влюблен в мисс Баркли. Я вас познакомлю. Я, вероятно, женюсь на мисс Баркли. Мне нужно умыться и явиться с рапортом». «А что, работы теперь нет? После вашего отъезда мы только и знаем, что отмороженные конечности, желтуху, трипер, умышленное членовредительство, воспаление легких, твердые и мягкие шанкры. Раз в неделю кого-нибудь пришибает осколком скалы. Есть несколько настоящих раненых. С будущей недели война опять начнется, то есть, вероятно, опять начнется. Так говорят. Как по-вашему, стоит мне жениться на мисс Баркли? Разумеется, после войны? «Безусловно», — сказал я и налил полный таз воды. «Вечером вы мне все расскажете», — сказал Ринальди, «а сейчас я должен еще поспать, чтобы явиться к мисс Баркли свежим и красивым». Я снял Френчу рубашку и умылся холодной водой из таза. Растираясь полотенцем, я глядел по сторонам и в окно, и на Ринальди, лежавшего на постели с закрытыми глазами. Он был красив, одних лет со мной, родом из Амальфи. Он любил свою работу хирурга, и мы были большими друзьями. Почувствовав мой взгляд, он открыл глаза. «У вас деньги есть?» «Есть. Одолжите мне 50 лир». Я вытер руки и достал бумажник из внутреннего кармана Френча, висевшего на стене. Ринальди взял бумажку, сложил ее, не вставая с постели, и сунул в карман брюк. Он улыбнулся. «Мне нужно произвести на мисс Баркли впечатление человека со средствами. Вы мой добрый, верный друг и финансовый покровитель. Ну вас к черту», сказал я. Вечером в офицерской столовой я сидел рядом со священником, и его очень огорчило и неожиданно обидело, что я не поехал в Абруцци. Он писал обо мне отцу, и к моему приезду готовились. Я сам жалел об этом не меньше, чем он, и мне было непонятно, почему я не поехал. Не очень хотелось поехать, и я попытался объяснить, как тут одно цеплялось за другое, и в конце концов он понял и поверил, что мне действительно хотелось поехать, и почти все уладилось. Я выпил много вина, а потом кофе с Астрегой и хмелее рассуждал о том, как это выходит, что человеку не удается сделать то, что хочется, никогда не удается. Мы с ним разговаривали, пока другие шумели и спорили. Мне хотелось поехать в Абруцци, но я не поехал в места, где дороги обледенелые и твердые, как железо, где в холод ясно и сухо, и снег сухой рассыпчатый, и зайчьи следы на снегу, и крестьяне снимают шапку и зовут вас Дон, и где хорошая охота. Я не поехал в такие места, а поехал туда, где дымные кафе и ночи, когда комната идет кругом, и нужно смотреть в стену, чтобы она остановилась, пьяные ночи в постели, когда знаешь, что больше ничего нет, кроме этого, и так странно просыпаться потом, не зная, кто это рядом с тобой, и мир в потемках кажется нереальным и таким остро волнующим, что нужно начать все с изного, не зная и не раздумывая в ночи, твердо веря, что больше ничего нет и нет и нет, и не раздумывая. И вдруг задумаешься очень глубоко и заснешь, и иногда на утро проснешься и того, что было, уже нет, и все так резко и ясно и четко, и иногда споры о платье, иногда все-таки еще хорошо и тепло, и нежно, и завтрак, и обед, иногда приятного не оставалось ничего и рад выбраться поскорее на улицу, но на следующий день всегда опять тоже и на следующую ночь. Я пытался рассказать о ночах и о том, какая разница между днем и ночью и почему ночь лучше, разве только день очень холодный и ясный, но я не мог рассказать этого, как не могу и сейчас. Если с вами так бывало, вы поймете. С ним так не бывало, но он понял, что я действительно хотел поехать в Абруци, но не поехал, и мы остались друзьями, похожие во многом и все же очень разные. Он всегда знал то, чего я не знал, и что узнав, всегда был готов позабыть. Но это я понял только позднее, а тогда не понимал. Между тем мы все еще сидели в столовой, все уже поели, но продолжали спорить. Мы со священником замолчали, и капитан крикнул «Священнику скучно!» «Священнику скучно без девочек!» «Мне не скучно», сказал священник. «Священнику скучно! Священник хочет, чтобы войну выиграли австрийцы!» сказал капитан. Остальные прислушались. Священник покачал головой. «Нет», — сказал он. «Священник не хочет, чтобы мы наступали! Правда, вы не хотите, чтобы мы наступали?» «Нет, раз идет война, мне кажется, мы должны наступать». «Должны наступать!» «Будем наступать!» Священник кивнул. «Оставьте его в покое», сказал майор. «Он славный малый. «Во всяком случае, он тут ничего не может поделать», — сказал капитан. Мы все встали и вышли из-за стола. Утром меня разбудила батарея в соседнем саду. Я увидел, что в окно светит солнце, и, встав с постели, я подошел к окну и выглянул. Краве на дорожках был мокрый, трава влажная от росы. Батарея дала два залпа, и каждый раз воздух сотрясался, как при взрыве, и от этого дребезжало окно, и хлопали полы моей пижамы. Орудий не было видно, но снаряды летели, по-видимому, прямо над нами. Неприятно было, что батарея так близко, но приходилось утешаться тем, что орудия не из самых тяжелых. Глядя в окно, я услышал грохот грузовика, выезжавшего на дорогу. Я оделся, спустился вниз, выпил кофе на кухне и прошел в гараж. Десять машин выстроились в ряд под длинным навесом. Это были тупоносые с громоздким кузовом, санитарные автомобили, выкрашенные в серое, похожие на мебельные фургоны. Во дворе у такой же машины возились механики. Еще три находились в горах при перевязочных пунктах. «Эта батарея бывает под обстрелом?» Спросил я у одного из механиков. «Нет, сеньор Теннент, она защищена холмом. Как у вас дела?» «Ничего, вот эта машина никуда не годится, а остальные все в исправности». Он прервал работу и улыбнулся. «Вы были в отпуску?» «Да». Он вытер руки о свой свитер и ухмыльнулся. «Хорошо, время провели». Его товарищи тоже заухмылялись. «Неплохо», — сказал я. «А что с этой машиной?» «Она никуда не годится. То одно, то другое. Сейчас в чем дело? Поршневые кольца менять надо». Я оставил их у машины, которая оказалась обобранной и униженной от того, что мотор был открыт и частью выложена на подножку, а сам вошел под навес и одну за другой осмотрел все машины. Я нашел их сравнительно чистыми. Одни были только что вымыты, другие уже слегка запылились. Я внимательно оглядел шины, ища порезы или царапины от камней. Казалось, все в полном порядке. Ничто, по-видимому, не менялось от того, здесь ли я и наблюдаю за всем сам или же нет. Я воображал, что состояние машин, возможность доставать те или иные части, бесперебойная эвакуация больных и раненых с перевязочных пунктов в горах, доставка их на распределительный пункт и затем размещение по госпиталям, указанным в документах, в значительной степени зависят от меня. Но, по-видимому, здесь я или нет, не имело значения. «Были какие-нибудь затруднения с частями?» — спросил я старшего механика. «Нет!» «Где теперь склад горючего?» «Все там же!» «Прекрасно!» — сказал я. Вернулся в дом и выпил еще одну чашку кофе в офицерской столовой. Кофе был светло-серого цвета, сладкий от сгущенного молока. За окном было чудесное весеннее утро. Уже появилось то ощущение сухости у носу, которое предвещает, что день будет жаркий. В этот день я объезжал посты в горах и вернулся в город уже под вечер. Дела, как видно, поправились за время моего отсутствия. Я слышал, что скоро ожидается переход в наступление. Дивизия, которую мы обслуживали, должна была идти в атаку в верховьях реки, и майор сказал мне, чтобы я позаботился о постах на время атаки. Атакующие части должны были перейти реку по выше ущелья и рассыпаться по горному склону. Посты для машин нужно было выбрать как можно ближе к реке и держать под прикрытием. Определить для них места должна была, конечно, пехота, но считалось, что план разрабатываем мы. Это была одна из тех условностей, которые создают у вас иллюзию военной деятельности. Я был весь в пыли и грязи и прошел в свою комнату, чтобы умыться. Ринальди сидел на кровати с английской грамматикой Хьюго в руках. Он был в полной форме. На нем были черные башмаки, и волосы его блестели. «Чудесно», — сказал он, увидев меня. «Вы пойдете со мной в гости к мисс Баркли?» «Нет». «Да, вы пойдете, потому что я вас прошу, и смотрите, чтобы вы ей понравились». «Ладно, дайте только привести себя в порядок. Умойтесь и едите как есть». Я умылся, пригладил волосы, и мы собрались идти. «Постойте», — сказал Ринальди. «Пожалуй, не мешает выпить». Он открыл свой сундучок и вынул бутылку. «Только не Стрэга», — сказал я. «Нет, Граппа. Идет». Он налил два стакана, и мы чокнулись, отставив указательные пальцы. Граппа была очень крепкая. «Еще по одному?» «Идет», — сказал я. «Мы выпили по второму стакану Граппы. Ринальди убрал бутылку, и мы спустились вниз». Было жарко идти по городу, но солнце уже садилось, и было приятно. Английский госпиталь помещался в большой вилле, выстроенной каким-то немцем перед войной. Мисс Баркли была в саду. С ней была еще одна сестра. Мы увидели за деревьями их белые форменные платья, и пошли прямо к ним. Ринальди отдал честь. Я тоже отдал честь, но более сдержанно. «Здравствуйте», — сказала мисс Баркли. «Вы, кажется, не итальянец?» «Нет». Ринальди разговаривал с другой сестрой. Они смеялись. «Как странно служить в итальянской армии». «Собственно, это ведь не армия, это только санитарный отряд. А все-таки странно. Зачем вы это сделали?» «Не знаю», — сказал я. «Есть вещи, которые нельзя объяснить». «Разве?» «А меня всегда учили, что таких вещей нет. Это очень мило». «Мы непременно должны поддерживать такой разговор». «Нет», — сказал я. «Слава Богу». «Что это у вас за трость?» спросил я. Мисс Баркли была довольно высокого роста. Она была в белом платье, которое я принял за форму сестры милосердия, блондинка с золотистой кожей и серыми глазами. Она показалась мне очень красивой. В руках у нее была тонкая ротанговая трость, нечто вроде игрушечного стека. «Это одного офицера он был убит в прошлом году. Простите. Он был очень славный. Я должна была выйти за него замуж, а его убили на Сомме. Там была настоящая бойня. Вы там были?» «Нет». «Не рассказывали», — сказала она. «Здесь война совсем не такая. Мне прислали эту тросточку. Его мать прислала. Ее вернули с другими его вещами. Вы долго были помолвлены?» «Восемь лет. Мы выросли вместе. Почему же вы не вышли за него замуж?» «Сама не знаю», — сказала она. «Очень глупо». «Это я, во всяком случае, могла для него сделать. Но я думала, что так ему будет хуже. Понимаю. Вы любили когда-нибудь?» «Нет», — сказал я. «Мы сели на скамью, и я посмотрел на нее. «У вас красивые волосы», — сказал я. «Вам нравятся?» «Очень». Я хотела отрезать их, когда он умер. «Что вы?» «Не хотелось что-нибудь для него сделать. Я не придавала значения таким вещам. Если бы он хотел, он мог бы получить все. Он мог бы получить все, что хотел, если бы я только понимала. Я бы вышла за него замуж или просто так. Теперь я все это понимаю. Но тогда он собирался на войну, а я ничего не понимала». Я молчал. Я тогда вообще ничего не понимала. Я думала, так для него будет хуже. Я думала, может быть, он не в силах будет перенести это. А потом его убили, и теперь все кончено. «Кто знает». «Да, да», — сказала она. «Теперь все кончено». Мы оглянулись на Ринальди, который разговаривал с другой сестрой. «Как ее зовут?» «Фергюсон. Эллен Фергюсон. Ваш друг, кажется, врач?» «Да, он очень хороший врач». «Как это приятно. Так редко встречаешь хорошего врача в прифронтовой полосе. Это ведь прифронтовая полоса, правда?» «Конечно». «Дурацкий фронт», — сказала она. «Но здесь очень красиво». «Что, наступление будет?» «Да». «Тогда у нас будет работа. Сейчас никакой работы нет». «Вы давно работаете сестрой?» «С конца пятнадцатого года. Я пошла тогда же, когда и он. Помню, я все носилась с глупой мыслью, что он попадет в этот госпиталь, где я работала. Раненый с сабельным ударом, с повязкой вокруг головы или с простреленным плечом, что-нибудь романтическое. «Здесь самый романтический фронт», — сказал я. «Да», — сказала она. «Люди не представляют, что такое война во Франции. Если бы они представляли, это не могло бы продолжаться. Он не был ранен с сабельным ударом. Его разорвало на куски». Я молчал. «Вы думаете, это будет продолжаться вечно?» «Нет». «А что же произойдет?» «Сорвется где-нибудь. Мы сорвемся. Мы сорвемся во Франции. Нельзя устраивать такие вещи, как на Сомме, и не сорваться». «Здесь не сорвется», — сказал я. «Вы думаете?» «Да, прошлое лето все шло очень удачно». «Может сорваться», — сказала она. «Всюду может сорваться. И у немцев тоже». «Нет», — сказала она. «Не думаю». «Мы подошли к Ринальди и мисс Фергюсон. «Вы любите Италию?» — спрашивал Ринальди и мисс Фергюсон по-английски. «Здесь не дурно?» «Не понимаю», — Ринальди покачал головой. «Обостанца Бена», — перевел я. Он покачал головой. «Это нехорошо». «Вы любите Англию?» «Не очень. Я, видите ли, шотландка». Ринальди вопросительно посмотрел на меня. «Она шотландка, и поэтому больше Англии любит Шотландию», — сказал я по-итальянски. «Но Шотландия, это ведь Англия?» Я перевел мисс Фергюсон его слова. «Пазанкор», — сказала мисс Фергюсон. «Еще нет и никогда не будет. Мы не любим англичан». «Не любите англичан?» «Не любите мисс Баркли?» «Но это совсем другое. Нельзя понимать так буквально». Немного погодя, мы простились и ушли. По дороге домой Ринальди сказал. «Вы понравились мисс Баркли больше, чем я. Это ясно, как день». «Но та шотландка тоже очень мила». «Очень», — сказал я. Я не обратил на нее внимания. «Она вам нравится?» «Нет», — сказал Ринальди. На следующий день я снова пошел к мисс Баркли. Ее не было в саду, и я свернул к боковому входу виллы, куда подъезжали санитарные машины. Войдя, я увидел старшую сестру госпиталя, которая сказала мне, что мисс Баркли на дежурстве. «Война, знаете ли?» Я сказал, что...